В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Владимир Сметанин. Своим особым мнением по различным темам сегодня с нами поделится Олег Ткачёв, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций и член Общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. В начале программы, по традиции напоминаю, что на сайте хокирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, анонс «Особого мнения» мы там выкладываем заранее. Есть специальная форма для того, чтобы вы смогли задать свой вопрос гостю. Сегодня, напомню, это Олег Ткачёв. Тем у нас сегодня много, не только местных, но и федеральных. Хочу начать с темы мониторинга деятельности общественных советов, так называемых. Вот я уже уточнил, да, это ваше детище, портал в интернете совет.содфеснкоу.ру, справочник общественных советов Кировской области. Зачем это вам, Олег? Это часть вашей работы? Да, это часть нашей работы. То есть мы постоянно изучаем, что происходит в обществе. Мы изучаем то, какими каналами, механизмами, инструментами пользуется гражданское общество для того, чтобы... Для того, чтобы играть какую-то роль. Да. Быть значимым. И, в частности, вот дошли руки, об этом говорилось и на гражданском форуме, и много где еще. На последнем гражданском форуме, который состоялся в сервере прошлого года. То есть о работе общественных советов. То есть при органах государственной власти, при органах местного самоуправления существуют различные общественные советы, куда входят представители общественности. И эти общественные советы, они каким-то образом влияют на принятие решений органами государственной власти. А уточните еще наличие общественных советов при различных структурах властных, оно регламентируется вот внутриведомственным, да? Оно регламентируется отчасти внутриведомственными нормативными актами. И есть федеральные требования для некоторых типов, допустим, для некоторых типов ведомств предусмотрена независимая оценка, которую должны вести именно общественные советы. То есть это прописано в законе, поэтому в любом случае они должны быть в этих ведомствах. И вот изучая это, мы поняли, что информация есть, но она настолько разрушена... Давно ли, кстати, изучили, училась? Так, изучение... Вот мы вот системно начали смотреть, искать информацию и вот именно проводить мониторинг мы начали в декабре. То есть в течение месяца... Затем свежие еще темы. Да, да, да. В течение месяца мы системно, то есть ищем информацию о действующих советах и получая, ну вот находя эту информацию, мы ее не просто себе где-то записываем, составляем. То есть мы автоматически, сохраняя себе, выкладываем это в интернет в виде такого интернет-справочника. Ну то есть... Мы, говоря мы, вы подразумеваете все-таки центр поддержки, а не общественную палату. Общественная палата тоже там занимается этой работой. Более того, буквально на днях общественная палата Кировской области должна презентовать там отдельный раздел на своем сайте, посвященный общественному контролю и работе общественных советов. То есть частично там информация вот из нашего справочника и то, что там будет на сайте общественной палаты пересекается, ну ничего страшного, это просто два разных взгляда как бы на одну и ту же деятельность. Ну то есть эта работа ведется параллельно, не вы, что называется, свою базу передадите общественную палату. Да, да, эта работа ведется параллельно и нам очень интересно, там какие-то вещи общественной палаты там более хорошо получаются, какие-то вещи у нас более хорошо получаются. Ну вот мы будем как бы и обмениваться информацией, и помогать друг другу. То есть, ну здесь вот такая вот польза. Все-таки вот поподробнее для простого, для обычного, гражданина Кировчинова, чем интересный мне этот список, посмотреть кто там, сделать какие-то выводы или что? Чисто в прикладных целях, то есть вот в нашем справочнике можно посмотреть там на работу общественных советов, и если кто-то желает воспользоваться этим каналом донесения какой-то своей правды жизни до ведомств, то может этим воспользоваться. То есть, может выйти, посмотреть, что за совет, какими полномочиями обладает, там положение, какие члены этого совета, и обратиться в этот совет, чтобы они официально на своем заседании поставили какой-то вопрос. Но основной смысл всех советов, можно сказать, это все-таки такой консультативный, да? Да, да. Консультации, то есть люди приходят, собираются, обсуждают с представителями ведомства. Это и есть продекларированный государством такой канал связи, то есть общественные советы, это связь общественности, собственно говоря, с органами государственной власти. То есть, если в стране существует такой механизм и декларируется как канал получения обратной связи от общества, то этот канал необходимо развивать и смотреть, и подсказывать, и делать так, чтобы этот канал был действительно реальным, не декорацией присутствующих органах власти, а чтобы от него была какая-то польза. Вот почувствовать, изучить и почувствовать эту пользу и посмотреть, что еще можно сделать, что можно улучшить, вот для этого мы, собственно говоря, и изучаем, и если кому-то это интересно, то вот готовы этой информацией поделиться. Вот я смотрю сейчас как раз-таки на вышеупомянутом сайте количество общественных советов, которые присутствуют в справочнике, 29, всего почти 350 человек там состоят, и нетрудно понять, заглянув хотя бы в несколько общественных советов, по персоналям, кто там участвует, очень много пересечений. Одни и те же люди. Хорошо это или плохо? Мы тоже это заметили, что некоторые люди состоят одновременно сразу в нескольких советах, и этого было незаметно, пока они начали изучать системно, когда они стали вести единую базу данных, вот куда там персонально там каждый человек вносится, и за ним уже закрепляется там членство, в каких советах он состоит. Вот пока этого не делали, этого было не видно. Хорошо это или плохо? Ну, я думаю, что если этот человек, там, его работа, его экспертное мнение полезно там в работе и этого совета, и какого-то другого, и какого-то другого, если у этого человека хватает сил, времени, там, возможностей принимать участие одновременно в работе нескольких таких структур, то ради бога. А если это все-таки превращается в некое почетное звание, вот я член такого-то совета, член такого-то совета? Ну, если превращается в этот, тогда, конечно, это нехорошо. Но, в принципе, вот тут больше надо смотреть на результативность деятельности самого совета. Если совет в таком составе добивается чего-то там нормального, у него есть результаты, и в своих документах отражается, что они действительно занимаются работой, а не декоративными там функциями, то да ради бога. А вы тоже будете это отслеживать, вот конкретно, конкретно, так сказать, добрые дела? Да, мы будем. Всех общественных советов и тех, кто туда входит? Наша работа по мониторингу, она только начата, то есть еще работа «Непочатый край», то есть мы только начали забивать там данные, мы еще будем, разумеется, и анализировать деятельность самих советов, то есть чего они смогли добиться, чего они не смогли, какие вопросы они ставили, какие не ставили, какие у них полномочия, ну, сравнивать полномочия и достигнуть этом результат. То есть впоследствии в интернете эта информация появится по персоналям, то, как работает в том или ином общественном совете? То есть невозможно ведь там, вот, это ведь работа не издельная, то есть невозможно сказать, что вот конкретно вот этот человек разгрузил там три тонны угля, вот, работа в общественном совете, она так не может быть измерена. Там стоит оценивать работу всего совета, то есть какие вопросы они ставили и чего смогли добиться в решении этих вопросов, то есть получилось, не получилось, ну, от этого и можно мерить, там, этот совет был, его деятельность при этом в органе господственной власти была полезна или как бы вот никак не сказалось. И в итоге что? Вопрос ставить о том, чтобы этого человека не было уже? Не человека, а в принципе, как бы вопрос ставить перед советом, то есть необходимо, надо что-то придумывать. То есть необходимо или переформатировать работу совета, изменять его функционал, там, объем полномочий, там, возможности и так далее, с тем, чтобы дать ему возможность быть эффективным, вот, или пересматривать, там, кадровый состав, вот, то есть неэффективная работа может быть по нескольким причинам. То есть неправильно заложен функционал, не хватает полномочий, то есть неправильно скроена архитектура, собственно говоря, или как бы неэффективный кадровый состав, то есть все придумано и продумано все правильно, но вот те люди, которые там присутствуют, ну, не могут они этого делать, не умеют. То есть дело в людях, конкретных. Да, то есть одно из двух, ну, надо что-то менять. Скорее всего, там, наверное, как бы работа-то комплексная, и после анализа, там, реально, что происходит, скорее всего, необходимо двигаться одновременно в двух направлениях. И поправлять нормативную базу деятельности Совета, чтобы они были более эффективны, ну, чтобы у них было больше возможностей для маневра, и планомерно, там, чтобы они сами задумывались и оценивали, кто у них сколько наработал, чтобы оставались наиболее, там, эффективные люди. Вы сами-то, кстати, входите в какой-нибудь общественный Совет? Да, в данный момент, в данный момент я сейчас не являюсь членом ни одного Совета, ну, там, разве что, там, являюсь членом, пары наблюдательных Советов при конкретных учреждениях. И когда по срокам еще можете обозначить? Я думаю, что... Такая уже реальная информация, когда можно будет ознакомиться с ней? И по линии Центра поддержки, и по линии общественных полу? Ну, по линии Центра поддержки мы в течение двух месяцев собираемся основной объем информации выложить. Вот, сейчас ведется работа по поиску, там, тех Советов, которые у нас запропали. Оказывается, есть и такие, что мы точно знаем, что при органе государственной власти существует Совет, создан. Вот, он существует, даже проводятся заседания, но открытые информации нигде не опубликованы. Ни на сайте этого государственного органа, ну, вот, есть такие. Хотя быть, она должна, эта информация. Да, это... люди должны знать, кто чем занимается, кто влияет на органы государственной власти при принятии решений. Вот, какая такая, там, общественность, кто персонально там состоит, и чем они, собственно говоря, там занимаются. А по линии общественной палаты? А по линии общественной палаты, там, сайт будет презентован на днях, вот, ну, точную дату пока не могу сказать. Сайт или раздел, все-таки, сайт? Там раздел, 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 да, на сайте www.gau.ru. Да, да, да. То есть, буквально, там, доделываются тоже последние, там, какие-то вещи. Вот, ну, мы у себя, вот, в центре поддержки, то есть, наш справочник, мы выкладываем по мере, там, поступления информации. То есть, мы используем его как онлайн-базу данных, которую одновременно тут же и пополняем. Вот, чтобы не вести его как-то оффлайн, вот, чисто для самих себя. Мы ее сделали сразу же доступной для всех. Еще раз напомню, давайте, адрес совет.содефиснко.ру А сейчас хочу упомянуть о другом сайте, который называется «Конгресс интеллигенции». Честно говоря, до этого момента я был мало знаком с этим ресурсом, но вот он, почему меня, да и нас, надеюсь, заинтересовал. Дело в том, что на этом портале уже несколько дней продолжается сбор подписей за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова. Поводом для этого стало заявление главы Чечни, 12 января оно было сделано, о том, что представители внесистемной оппозиции в России – это враги народа и предатели. Начат сбор подписей за отставку Кадырова. На данный момент, вот, смотрю, уже почти 9 тысяч подписей. Там довольно известные люди тоже есть среди оставивших свой голос. Я, кстати, посмотрел по регионам, немало людей из Кирова, из Кировской области есть. Ну, давайте, для начала, вот, само заявление Кадырова. Как вы его оцениваете? Я считаю, что это заявление, оно недопустимо для государственного служащего. Если, там, господин Кадыров себя считает государственным служащим, вот, то он не должен был делать такие заявления. У него может быть личное мнение, которое он должен был оставить при себе. И да, я тоже считаю, что Кадыров – это позор России. Присоединяйтесь, да, к тому самому деятелю, который уже принес, якобы, извинения публично Кадырову? Не важно, принес он извинения или нет. То есть, тот стиль поведения, который транслируется нам конкретными, там, персоналиями, дело не в национальностях, дело в том стиле поведения, которое транслируется от имени нашей государственности. Я считаю, что наша государственность, она должна быть другой, вот, и действия государственного служащего, они не должны быть направлены на разжигание, там, розни между людьми, на шермование, там, отдельных социальных групп, там, оппозиции, неоппозиции, это все не важно. Вот, то есть, разжигать, там, экстремизм, вот, никому нельзя, в том числе и главным субъектом федерации. А вы считаете, что это все-таки экстремизм? Я считаю, что это разжигание, я считаю, что это экстремизм. Это натравнивали людей по определенным признакам, по принципу оппозиционности, неоппозиционности. Авторы сбора подписи ссылаются на то, что выражение термину «враг народа» является сознательно угрожающим обвинением в российской православной и исторической традиции. Разделяется это с точки зрения? Ну да, это так. Кстати, а вот сам факт сбора подписи, что-то может изменить? Я не верю в сбор подписи. То есть, вот, петиции, сбор подписей, то есть, по-моему, эти технологии в России не работают. Я сам могу, иногда ставлю под разными петициями какую-то подпись, но, честно говоря, я, по большому счету, не верю в действенность сбора подписей, как таковую. То есть, сколько бы там ни было собрано подписей, а кто их читать будет? Кто будет задумываться? То есть, просто слив пара, выход пара в свисток, ну, можно. Можно, но зачем? То есть, если хочется выразить собственное мнение, то его можно сделать публично. Там, в своем блоге, там, в средствах массовой информации, заявить свою, там, гражданскую позицию. То есть, вот, это мероприятие Конгресса на интеллигенции устроено, это скорее, ну, такой акт. Ну, это как бы... Не удовольствие протеста, нежели направленное на конкретную всю, да? Да, да. Выразить свое мнение можно, но это то же самое, что оставить мнение при себе. То есть, затеряться среди, там, девяти, десяти, там, ста тысяч подписантов. В принципе, у вас такое вот скептическое отношение ко всем онлайн-сборам подписей? И онлайн, и не онлайн. И онлайн, и не онлайн. Я не видел, как бы, вот, скажите мне пример эффективного сбора подписей, после которого, там, были приняты какие-то такие, вот, это самое, диаметрально, там, противоположные решения. Я сразу же вспоминаю Российскую общественную инициативу, да, вот эти сто тысяч подписей, как у нас власти уверяли в том, что если будет такое количество, то оно может быть правительством рассмотрено. Но ведь ничего. Да, не единое. Оно рассмотрено и отказано. Про сбор подписей и про инициативы, конкретно Олега Ткачева, мы еще поговорим немного, но уже после рекламы. Прервемся на минутку. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение, напомню, Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. До рекламы мы говорили о сборе подписей всевозможных. Ну, Олег, несмотря на такое скептическое отношение, он все-таки в этом попытался принять участие. Я имею в виду портал, презентованный в октябре, в конце октября прошлого года, общественная палата Кировской области. Называется сайт «Вместе Киров». Там можно оставлять проблемы и инициативы. Всевозможные, что касается инициатив, то на данный момент их восемь. Есть там инициатива и ваша, Олег. Прошу перестать поддерживать установку корпоративных скульптур на улицах города под видом арт-объектов. Мы неоднократно говорили об этом в эфире. И вот уже большое количество времени сбор подписей за вашу инициативу застыл на отметке 18 голосов. Следите? Нет, я... Заходите, смотрите? Я не захожу каждый день самосмотреть, как там сбор голосов. То есть не для голосов, не для сбора подписей все это. То есть я уже говорил, что я не особо верю в сбор подписей как таковой, в действенность этого механизма. Но просто портал «Вместе Киров» недостаточно раскручен. То есть там в принципе... Но идея-то хорошая? Так идея-то самая, она хорошая, но она банальная. То есть она на плаву, и там сервисов по сбору подписей под разные, и по сбору какой-то информации о проблемах, там сфотографируй ямку и выложи ее в интернет, там напиши петицию, письмо там в органы государственной власти, чтобы ямку починили. Вот таких сервисов сейчас там сотни, десятки, там... Вот лет бы пять назад это было бы уникальным ресурсом, потому что такого там нет. Сейчас этим уже перекормлены, и это теряется, и как бы нет новизны, нет посещаемости. Но раскрутить-то можно, на Ваш взгляд? Ну, раскрутить-то можно, но раскрутка в интернете, это как бы, знаете, это все-таки ее на коленке не сделаешь. Это, опять же, вложение средств, ресурсов. Если бы там были какие-то ресурсы и их выкладывали, то, может быть, там была бы посещаемость, там, не пять человек в день, вот, а, там, пять тысяч, там, в день. Вот, и был бы другой результат по всем голосованиям, не только там по моей инициативе, ну, там, за другие это инициативы, там... Ну, максимальное количество голосов за инициативу, это 37. 37 максимум – это инициатива, касающаяся установки на остановках, установки на остановках нашего города, как больше вот этих электронных табло, сообщающих о том, сколько времени остается до прихода троллейбуса. Да, да, даже вот по проблемам, там, это самое более таким простым, понятным, актуальным, там, для полумиллионного города, там, извините, что такое, там, 37 голосов на полумиллионный город. Помните, когда авторов, да, портала пробовали упрекнуть в том, что вот, мала будет активность, они сказали о том, что нет, пять тысяч голосов – это вовсе не точная планка, да, по достижению которой инициатива может быть рассмотрена региональным правительством, пусть две тысячи будет, тысяча будет. Но это уже будет свидетельствовать о том, что есть проблемы. Это обсуждалось, опять же, на гражданской форме, да, эта планка может быть снижена, вот, но и до этой планки, там, через, ну, к интернет-голосованию необходимо там подойти. Для этого нужна, ну, просто посещаемость портала. А есть, на ваш взгляд, вот, критический такой срок, когда все, можно ставить, как-то, снициатива, в проекте вместо тира? Ну, на самом деле, там, вот, проекты подобного плана, там, с голосовалками, там, вот, с интерактивом, их можно, там, подзабывать и возрождать в течение, там, относительно, там, короткого промежутка времени, то есть, им не поздно будет заняться, там, этот механизм, там, обновить и актуализировать и через год, и через пять лет, ну, если в стране не произойдет каких-нибудь катастрофических вещей, или просто сам механизм, ну, ну, он долгоиграющий, его можно, там, поднять, актуализировать, там, в любой момент. Ну, напомню, что ваша инициатива касается, там, запрета установки, да, так называемых корпоративных скульптур на улицах города под видом арт-объектов, а вот тут буквально на днях, такой буза в интернете поднялась против стендов туристко-информационного центра, которые появились в нашем городе, два из них я видел, вот, буквально накануне у музея Васнецовых, не мешает, как-то так стоит, рядом с прудом в парке имени Кирова, ну, тоже как-то, вот, больше всего претензий у интернет-пользователей вызывает этот стенд, появившийся на набережной Грина, ну, якобы, вот, ну, мешать будет во время проведения, там, массовых мероприятий, ну, уже мешает, прямо на дороге, вот, появился. Ну, прямо на тротуаре, это, конечно, как бы, ну, нехорошо, некрасиво, то есть, там, когда проезжаешь на велосипеде по этому тротуару, то есть, того и гляди, можно, там, головой зацепить за эту конструкцию, потому что оно таким образом сделано, и нависает, там, над тротуаром, прямо как-то так поперек. Ну, я как понял, эти стенды, ну, или тумбы, как хотите их назовите, они еще не подключены к электричеству, они, по идее, должны светиться, и вот там размещена информация о исторических, культурных объектах, то есть, маршрут конкретно. Да, я понимаю, сама-то идея обладает? Сама-то идея там, да, нормально, там, все хорошо, все хорошо, просто вот конкретно, когда ставили конкретный стенд в конкретное место, вот, это ж надо умудриться так поставить посреди тротуара, вот, вот, там, где люди идут, вот, прямо посреди, там, дорожки, так, чтобы он, его невозможно было ни объехать, ни обойти, то есть, ну, его специально надо обходить, вот, там, идти не по прямой, там, загнувшись с ребенком, там, там, глядя на ребенка, да, и знаешь, что, там, ни во что носом не уткнешься, вот, а надо еще и следить, чтобы головой не зацепить, там, за какие-то конструкции, висящие, там, поперек дороги, ну, 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 вот, поставлен он, там, неаккуратно. Вы знаете, какая мысль пришла в голову, может быть, это особенность жителей нашего города, вы замечали или не замечали, вот, встретились люди на улице, вот, обязательно нужно посередине тротуара встать, чтобы пообщаться, ждет человека на остановке автобус, вот, вот, посередине прямо стоять, его надо обходить, хоть рулеткой, мне кажется, отмеряй, хоть справа, хоть слева, вот, прям посередине, может быть, и с тумбами с этим, так же, вот, чтобы заметно было, чтобы неудобство создавало. Мне кажется, просто неаккуратность, там, организации, которую устанавливали, вот, не знаю, кто им дал задание поставить посередине тротуара, то есть, неужели нельзя было найти, там, место, там, чуть-чуть отодвинуть его к краю, вот, к одному, к другому краю, там, развернуть, так, чтобы он действительно не мешал проходу. У нас остается не так много времени, хотелось бы затронуть еще одну городскую тему, тему коррупции. Как выяснилось на днях, в администрации нашего города решено провести антикоррупционные проверки, они коснутся наличия родственных связей в структуре муниципальных учреждений, будет проверена информация о контрактах, подрядах, которые государственные и муниципальные служащие планируют заключать с фирмами своих родственников, друзей или близких. Поводом для этого стало возбуждение уголовного дела в отношении сотрудника Кировского жилищного управления, это муниципальная контора. Так вот, этот сотрудник получил взятку в 10 тысяч рублей за принятие объектов демонтажа без должного осмотра. Два аварийных дома у нас были снесены, он сказал, видимо, давай мне денег, смотреть не буду, все примем. Вот проверки у нас пройдут. У нас, кажется, ведь в прошлом году еще был в администрации Кировской создан отдел специальный, антикоррупционный. Ну, вот пусть проверяют. Собственно говоря, как таковые проверки документации, ну, что там, я не вижу ничего неплохого, не суперхорошего. То есть, воодушевиться, что, ах, там сейчас всех негодяев проверят, не знаю. Но не секрет, что есть такое, когда всевозможные договоры заключаются с людьми близкими, мягко говоря. Всякое бывает, и действительно, там, ну, быть может быть очень многое. Вот. Я считаю, что такие проверки необходимо проводить регулярно. Вот. То есть, не... чтобы не в рамках, там, какой-то громкой пиар-компании, что, ах, вот сейчас вот мы проверим. То есть, никогда не было, и вот на тебе. Вот. Такое должно происходить регулярно, там, регулярно все документы, там, проходят, там, о принятии решений должны перепроверяться, там, контрольными органами. Контрольными органами, которые существуют в этой же структуре? И в этой же, и в других, то есть, это самое. У нас есть много разных контрольных, там, органов, контрольных ведомств, разные ведомственные подчиненности, вот, федеральные, и, там, региональные, и муниципальные. Вот. Документацию, смотрите, то есть, любой человек, который подписывает значимый, там, документ, там, принимает решение и подписывает, там, документ, касающийся, там, какой-то собственности, там, просто жизни людей, он должен знать, что этот документ и подпись на этом документе будет многократно перепроверена всеми возможными, там, контрольными органами. Вот, чтобы ставить свою подпись, там, человек точно знал, там, чиновник, что это не уйдет никуда в небытие, вот, это нигде не затеряется. Это и по прошествии, там, не, там, многих лет будет смотреться, проверяться, анализироваться, там, и это может оукнуться, там, в дальнейшем, если это сделано, там, в нарушении, там, там, законодательства или, там, чего-то там, здравого смысла. Наша система вообще готова к этому? Наши чиновничьи, братья? А чего они готовят? С чего бы она должна быть? Не готовят. То есть, в принципе, как бы, чиновники дрессируются на предмет, там, исполнения и соблюдения законодательства уже последние, там, лет 15, там, очень сильно. Там, шаг вправо, шаг влево, то есть они уже точно знают, что за это бывает. Вот, и, в принципе, здесь, если кто-то, там, что-то и делает, то уже понимая, там, всю степень риска для себя. Вот, то есть увеличить степень риска, да, то есть проверки должны быть регулярными, то есть документацию проверять. Это не значит, что, там, чиновников надо закошмарить, там, чтобы они не спали там день и ночь. Вот, пусть они работают, спокойно работают, делают свое дело, вне зависимости, там, от их деятельности, там, даже не приходя к ним в кабинет, документы подписаны имя, пусть постоянно читаются, перепроверяются, там, перекладываются из одного места, там, в другое, там, это, ну, другая часть обычной жизни. Сейчас, в оставшиеся минуты нашей передачи, хотел бы поговорить с вами немножко хотя бы, да, вот, времени у нас не так много, как родитель с родителями. Накануне стало известно о том, что в учебных заведениях разного уровня, и в школах, и в средних, и в высших начнется работа по профилактике алкоголизма среди учащихся. Миноборнауки уже разрабатывает примерные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки ПЭД-работников по вопросам профилактики алкоголизма в молодежной среде. Об этом, в частности, известие написали. Вот, знаете, я по образованию учитель истории и права, я, прочитав это, встал, впал в ступор. Это, как это, детям говорить, вот, нехорошо употреблять или злоупотреблять? Есть в этом рациональное зерно на ваш взгляд? Не знаю, сложно сказать. То есть, мы живем в такой интересной стране, где любая инициатива, даже самая разумная, доводится до абсурда и превращается в некое феерическое шоу, в котором вреда больше, чем пользы. Поэтому, как бы, так сказать, однозначно, что вот такая вот инициатива, да, да, она вот поможет избежать, там, детям алкоголизации, там, из-за всего хорошего против всего плохого. Вот, ну, мне это пока кажется таким еще непонятным, аморфным, там, аморфной компанией. Ну, безусловно, да, конкретики мы еще не знаем, конечно, да, все разрабатывается. Которая превратится в очередной шум, который не затронет ни, там, объемов, там, спиртного выпивания. А, а с другой стороны, Государственная Дума, вот, сейчас рассматривает вопросы по, как-то, упорядочению, там, торговли алкогольными товарами, алкогольной продукцией, чтобы разрешить это, там, снизить планку, там, вечерние, там, прочие часы, разрешить торговать в учреждениях, там, спортивных, да, и в киоски вернуть тоже уже. Мотивирует тем, что, ну, вот, ну, собственно говоря, одна мотивация. В бюджете деньги нет, надо чем-то компенсировать, и что незаслуженно, там, порицаемая, там, сфера оборота, там, алкогольной продукции, вот, страдает. Ну, собственно говоря, давайте определимся, или одно, или другое, вот, или, нет, ну, можно все и параллельно делать, но, там, одной рукой мы будем говорить, что, там, алкоголизм это вред, другое, вот, с морковью, говорит, что, да, нет, ничего страшного, нам нужны эти доходы в бюджет, вот, давайте-ка бы определимся, что у нас больше, там, горячее всего, там, доходов в бюджет нам не хватает, и нет никаких других способов, кроме продажи алкоголя, или все-таки, там, алкоголизация в школах. Давайте еще вот про школу, буквально минуту, да, полномоченный по правам, полномоченный по президенту, правам ребенка Российской Федерации, Павел Астахов, несколько дней назад призвал родителей не допускать детей к просмотру новостей, телевизионных новостей. 15 января он это сделал заявление, а сегодня он заявил о том, что, а давайте-ка мы в школах запретим пользоваться ребятам планшетами, ноутбуками, нетбуками, у которых есть выход в интернет, вот, чтобы они во время, в урочное время, ничего там плохого не читали, не выходили. Вот такие два мощных заявления. Ну, я бы пошел вообще дальше, то есть, и поступил, как, собственно говоря, наш мудрый, полномоченный по правам ребенка, и своих детей вывез бы вообще из страны. Да, мы знаем, что они обучаются за рубежом. Вот, они, ну что, просмотр российских новостей, сгенерированных российским же правительством, там, запретить детям, ну, поддерживаю. Вот, незачем это смотреть. А по поводу гаджетов? По поводу гаджетов, ну, собственно говоря, можно, то есть, в принципе, в других странах есть практика, то есть, ребенок, приходя в школу, там, все свои гаджеты оставляет в ящичке, ну, в запираемом ящике, вот, и в течение дня, когда на уроках, он не пользуется, не отвлекается. Вот, ну, можно, но это вопрос, ну, я думаю, что это стоило бы оставить на усмотрение, там, руководство школы, то есть, где-то допустимо одно, где-то допустимо другое. Педагоги, что совместно с родителями решали. Ну, да. Как это обычно бывает, свои внутренние правила. Спасибо. Завершается на этом программа «Особое мнение». Благодарю Олегу Ткачеву, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, членов общества Непалатской области. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания.